Привет, дорогие друзья, меня зовут Ирин Бугаудинов, я автор проекта «Москва. Глазами инженера». И сегодня я выступаю немножко необычной роли. Я буду рассказывать вам не об истории архитектуры, а о технической стороне наших онлайн-трансляций. Дело в том, что мы тут в Москве глазами инженера. Не знаю, заметили вы или нет, последние полтора месяца интенсивно делаем онлайн-трансляции. И после многих из них меня спрашивают, как вы это делаете, какие программы, какие сервисы используете. И, в общем, я решил, что надо, наконец, записать видео, которое все это будет объяснять. Поехали. Значит, первонаперво я использую программу, которая называется OBS. Это бесплатная программа, которая позволяет формировать изображение. Вы просто можете скачать ее с их официального сайта. В этой программе есть несколько окон. Посмотрите, вот самое левое окно — это Synth, сцены. Здесь вы можете создавать ту или иную сцену. Видите, я подготовился для своих лекций. У меня есть сцена, на которой у меня заставка, где есть только я, где есть презентация. Сцена, где зум у меня установлен и так далее и тому подобное. Создав сцену, вы переходите... Создавать их очень просто. Через плюсик просто заходите. Сейчас не буду создавать новую сцену, потому что иначе я на нее переключусь, и вы перестанете видеть экран. Затем вы можете наполнять вашу сцену всевозможными источниками в втором окне, который называется Sources. Что вам может здесь пригодиться? Источники вы тоже добавляете через плюсик. Ну, первонаперво, вам, конечно, пригодится веб-камера. Она у меня уже есть. Вот она у меня. Ну, давайте добавим еще разочек веб-камеру, чтобы показать. Значит, нажимаем плюсик. В данном случае Video Capture Device. Устройство захвата видео. Можно дать какое-нибудь имя. Давайте я напишу веб-камер еще разок. Выбираете устройство. Ну, конечно, только HD-камера, других устройств у меня нет. Обращаю ваше внимание, что как только вы добавили слой, вы можете... Точнее, источник, вы можете с ним делать, что хотите. Хватаясь за рамку, я могу уменьшать, увеличивать размер. Я могу, если схватить за середину рамки, двигать туда-сюда, вправо-лево, куда угодно. А если... Еще один хинт. Если нажать на Alt и хватать за квадратики, то вы можете изменять пропорции. Таким образом, я вот привожу пропорции к квадратному размеру, чтобы меня, например, было видно. И в то же самое время, чтобы это не слишком сильно отвлекало от основного экрана. Да, и вот делаю такое вот маленькое окошечко. Ну, сейчас я его удалю, чтобы меня здесь не было слишком много. Теперь, что вам может понадобиться, конечно, сама презентация. Для этого вы используете Window Capture, захват экрана. И вот здесь вот, давайте, не будем как называть. Значит, я в выкладывающем списке. Вы выбираете экран, где у вас презентация. Ну, вот, например, Google Chrome. Правда, у меня Google Chrome сейчас открыт на... Вот теперь он открыт на презентации, в общем-то, да. И опять-таки, очень удобно. Можно не переходить в полноэкранный режим обязательно, а можно просто с помощью того же самого Alt'а уменьшить размеры вашего источника, так, чтобы вы могли работать с презентацией, оставаясь в неполноэкранном режиме. Тем не менее, для пользователя, для зрителя вашего, это будет выглядеть так, как будто бы вы действительно презентацию растянули на весь экран. Сейчас мы на весь экран растянем. Кстати, видите, она меня закрывает, потому что по умолчанию, значит, каждый новый слой добавляется в каждый новый источник наверх. Сейчас я перемещу вниз. И вот, видите, моя веб-камера появилась уже сверху поверх презентации. Вот так обычно я и презентую, да. Переключаюсь обратно на презентацию, включаю следующий слайд, и у меня все это вот так вот отображается в очень удобном, чистом и красивом виде. Значит, все слои можно, кроме того, еще и выключать. Сейчас я выключу, чтобы вы видели снова OBS. Еще вам может понадобиться какие-то виджеты. Вот я, например, наложил сверху виджет чата, вот он у меня, да, и виджет отображения донатов. Значит, откуда брать эти ссылки? Добавляются любые виджеты, любые вообще сторонние источники, какие-то ссылки, да, урлы, через добавление браузера. Сюда вы можете что-то забить. Ну, откуда брать эти ссылки для того, чтобы был чат, как у нас, и были донаты, как у нас. Это я вам чуть попозже расскажу, когда мы закончим сбираться с возможностями OBS Studio. Еще вам может понадобиться добавить изображение. Я, например, добавляю изображение книжки, которую мы разыграем. Ну, конечно, это просто вот имидж выбираете, да, добавить изображение. И вот сразу давайте, не буду мучиться лишний раз, вот, хотел, давайте, помучусь. Значит, имидж 2, пускай, называется. Здесь вот вы через брауз выбираете нужную вам картинку, и она у вас появляется на экране. Опять-таки, можно привести к удобному размеру. И вот я так обычно делаю. Сначала я отключаю, потом говорю, ребята, у нас есть спонсор, издайство Бомбора. Мы разыграем эту книжку, включая ее, а потом ее снова выключаю, чтобы она мне не мешала. Что еще? Ну, может быть, вам захочется добавить какое-то видео, показывать видео и поверх него комментировать, если вы будете лекцию про кино делать. Можно тогда добавить в Lc Video Source. Но, по моему опыту, нужен очень мощный компьютер. Вот моего компаса 8-гигабайтовой памяти из видеокарты с 1 гигабайтом тоже собственной памяти не хватило, чтобы OBS эффективно обрабатывал видео, все начинало дико тормозить. И поэтому я все-таки видео показываю, загружая его на YouTube, и дальше YouTube уже отображая как окно, захватывая окно браузера, так как я вам это только что показал с презентацией. Наверное, это все, что вам понадобится из всего того, что предлагает вам OBS. Но если что-то еще вдруг понадобится, то, конечно, можете сами это поизучать. Теперь следующее окно у нас Audio Mixer. Конечно, здесь можно ваши канаты. Выглядит как звукорежиссерский пульт. Можете каналы мьютить полностью или регулировать уровень игроков. Следующее окно – это переходы, transitions. Здесь вы можете настроить то, как будет происходить переключение между сценами. У меня настроено по умолчанию fade. Плавный переход длиною в 500 миллисекунд, полосекунды. Сейчас я перейду на режим, когда есть только я. Видите, плавно я перешел. Сейчас обратно показ экрана. Снова я плавно перешел. Это достаточно прикольно, мне кажется. И последнее – это controls, панель управления. Здесь можно начать трансляцию, остановить ее, начать и остановить запись. В данном случае я ее делаю. Очень прикольный инструмент – режим студии. В этом случае вы заранее слева видите preview, то изображение, которое вы формируете. А справа видите то, что вы отправляете уже в эфир. Смотрите, например, я могу… Или в записи, как в данном случае. Я могу заранее настроить нужные размеры моего, допустим, изображения. Или заранее, может быть, я хочу включить презентацию. Пока в эфире, тем не менее, всего этого нет. А потом я нажимаю «Chunzition» вот здесь. И все это уже отправляется в эфир, в данном случае в запись. Здесь я готовлю что-нибудь другое. Например, только свое изображение в конце презентации. И опять-таки плавным переходом вывожу уже чисто свое изображение. Но давайте мы перейдем на режим показа экрана все-таки. И отключим режим студии. И отключу Window Capture. И, наконец, Settings, настройки. Вот здесь как раз мы переходим к сервисам. Я во все рассказал про OBS, что вы должны где-то знать. Переходим к сервисам, которые мы используем. OBS формирует изображение. Его дальше надо куда-то отправлять. Куда его можно отправить? Если вы зайдете в Settings и выберете здесь Stream, то вы можете выбрать нужный вам сервис. Например, Facebook. Можете напрямую Facebook отправить или в YouTube, или в Twitter, Periscope. Но нам это не подходит, потому что мы в Москве глазами инженера используем несколько источников. И поэтому я использую сервис, который называется Restream. Как можно догадаться из названия, он пере... Он работает как буфер, как посредник. Он пере... Адресует эту трансляцию от себя уже во все остальные каналы. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. Значит, это сервис уже платный. Ну, там бесплатная версия позволяет вам транслировать, по-моему, только в одну, а может быть, в несколько своих личных страничек в социальных сетях. Но если вы хотите транслировать в корпоративные страницы, как мы это делаем, и в несколько, то надо покупать уже платную версию. Потому что там несколько разных тарифов есть, в зависимости от количества каналов, которые вы подключаете. Здесь вы можете добавить канал. Вообще, у меня уже, видите, 10 каналов добавлено. Но вот я, значит, покажу вам ради примера. Вот, например, Facebook, да, или ВКонтакте. Жмем на Facebook, публичная страница. Очень просто. Просто нажимаете «Подключить Facebook» или то же самое там «Подключить ВКонтакте». Просто через то, что вы логинитесь в своих социальных сетях, вы сразу можете все выбрать. Если же вы работаете с каким-то партнером, который не готов вам давать права доступа, к своим страничкам, то тогда вы можете использовать и так называемые «Custom RTMP» ссылки. Вот видите, здесь внизу кнопочек, тоже «Custom RTMP». В этом случае вы вбиваете ссылку на трансляцию, ключ потока. Это то, что вам передает ваш партнер. И все это тоже подключаете. Таким образом мы делаем трансляции на других страницах, например, на YouTube, Коммерсанта или Esquire или еще кого-то. Значит, что еще вам может понадобиться при стриме? Когда вы подключили все необходимые каналы, вы переходите на «Update Titles». Можете обозначить один раз название вашей трансляции и описание, нажать «Update All» и сразу везде это все обновляется. На вкладке «Social Alerts» вы можете настроить оповещение, которое будет приходить подписчикам вашим перед началом вашей трансляции. И, наконец, самое важное, конечно, чтобы все это связать с OBS, здесь же в режиме «Destinations» вы видите ключ потока. Вот этот ключ потока вы копируете, и в OBS на вкладке «Settings», как я вам уже показывал, на вкладке «Stream» выбираете в качестве сервиса «ReStream» и вставляете ключ потока. Все, теперь изображение, сформированное в OBS, отправляется в ReStream, а из ReStream уже отправляется во все необходимые социальные сети. Все это, причем, можно настраивать, можно включить все сразу, можно выключить все сразу, можно включить только какую-то одну, которая вам нужна, например, только в YouTube транслировать. Все это просто суперудобно. Значит, еще что у ReStream есть интересного. У ReStream есть чат. По сути, что он делает? Он собирает комментарии из всех социальных сетей, куда вы это транслируете. Ну, при условии, чтобы их добавили действительно через логин. К сожалению, если вы подключаете чужие какие-то потоки через RTMP, то тогда не получится собирать комментарии. И, значит, вы можете скачать, либо смотреть это в браузере, либо скачать на себе, на компьютер. Мне кажется, очень удобно скачивать на компьютер. Тогда смотрите, как я это делаю. Вот у меня OBS не на весь экран обычно, а вот так, на часть экрана. Или там, скажем, трансляция, которую я веду, она тоже на часть экрана. И при этом я вижу одновременно и свою презентацию, и справа вижу чат. Все вопросы, комментарии, которые мне люди пишут, таким образом могу сразу на них реагировать. Это прямо суперудобно. И что еще очень важно? Значит, смотрите, вы можете этот чат, более того, сделать, видимо, не только для себя, но и для всех остальных. Для этого вы здесь же в рестриме копируете токен чата. И вот помните, я им говорил, что вам может захотеться вставить чат в свою трансляцию. Вот как раз здесь вы добавляете браузер, один из источников. Давайте добавлю. И вот сюда вы вставляете этот самый токен чата. И все, теперь у вас отображается чат из рестрима. Вы можете тоже поставить его туда, где вам больше нравится, изменить его размер и так далее. Ну, он у меня уже есть, поэтому я его удойду, чтобы он лишний раз не мешал. И, наконец, да, кстати, точно таким же образом мы подключаем и отображение донатов. Для этого просто вот мы используем сервис Kiwi Donate. Можете использовать любой другой сервис. Там везде в настройках вы можете точно так же получить ссылку на виджет. Вот так она примерно выгодит. Сейчас вам покажу. Донат, Kiwi, Ком, виджетс и так далее. И вставляете ее через подключение того же самого браузера. И у вас отображаются еще и донаты. Значит, что еще можно рассказать? Мы, кроме того, что все, что я вам рассказал, годится для того, чтобы делать трансляцию напрямую. То есть, когда вот я, как лектор, вещаю перед вами. А если же вы хотите делать трансляцию Zoom, Zoom-конференции, то что вы делаете? Для этого вы просто подключаете Zoom. Ну, давайте, во-первых, покажу вам возможности Zoom. Zoom, во-первых, может транслировать и напрямую, если нажать на кнопку More. То есть, если вы собираетесь транслировать только в один источник, и если вы не собираетесь накладывать поверх этого чат, донат и все такое, то вы можете просто прямо из самого Zoom вещать. Видите, Live on Facebook, Live on YouTube, например. Кстати, можно, в принципе, если у вас несколько каналов, подключить к Zoom или Stream. Прямо в настройках Zoom. Просто, когда создаете конференцию, вы можете выбрать там транслировать в кастомный источник. И, значит, когда вы нажмете Live on Custom Live Streaming Service, то вы будете транслировать в Restream и оттуда уже во все остальные места. Но нам это не годится. Мы хотим накладывать сверху и чат, и донаты. Поэтому, кроме того, сначала выбирать сцену, где есть только я, а потом есть выбирать сцену, где мы уже со спикером в Zoom. Поэтому я Zoom тоже вставляю внутрь OBS, несмотря на его собственные возможности. Это делается, опять-таки, через Window Capture. Я просто выбираю, ну, опять, давайте, опять, Create New. И выбираю здесь окошко Zoom. Не то. Он их создает несколько. Вот такое окошко Zoom. Я выбираю. И, значит, но есть один нюанс. Когда мы выбираем такое окошко Zoom, то захватывается именно что? Окно. Звук все-таки не существует в окне. Звук существует сам по себе. Звук, который я сейчас говорю, захватывается микрофоном моего компьютера. Звук, который говорит спикер, куда-то в другое место выводится, например, на динамике вашего компьютера. И ОБС по умолчанию его не захватывает. То есть, конечно, поскольку вот у меня сейчас включен микрофон, я же говорю, да, вот здесь вот на приборной панели, в разделе Audio Mixer, то, естественно, когда вы будете разговаривать с вашим собеседником, звук из ваших динамиков, например, будет захватываться вашим же микрофоном и отправляться на ReStream и дальше во все социальные сети. Но, как вы понимаете, такое посредничество не идет на пользу этому звуку, поэтому надо будет сделать некоторые финт ушами. нам придется создать виртуальное устройство вывода звука, которое ОБС уже сможет захватывать. Для этого вам понадобится программа, которая называется IShowYouAudio. Давайте я уберу свое... Давайте я прям уберу свое изображение вебки для того, чтобы вам было видно. Ну, смотрите, вот она у меня есть теперь среди устройств вывода звука. Вот, IShowYouAudioCapture. Кстати, она есть только для Mac, но если вы используете Windows, то вы можете найти просто аналогичную программу, погуглите программу для создания виртуального устройства вывода звука. Дальше, значит, вы установили AudioCapture. Он бесплатно и скачивается просто с их официального сайта. Теперь вы заходите в, извините, не туда, в Launchpad, находите в других настройки AudioMidi, и в настройках AudioMidi вы создаете устройство, так вот через плюсик, закроем, что нам мешало, через плюсик создаете устройство с несколькими выходами. Я не буду его создавать, я уже его создал один раз, видите, вот оно у меня, да? Ну ладно, давайте покажу вам все-таки, это может быть сложно. Вот, хотя нет, это сложно, видите, вот мы его создали. И здесь вы должны будете включить IShowYouAudioCapture. Кроме того, вам надо будет выключить коррекцию смещения для него и включить коррекцию смещения для встроенного выхода. Ну я, естественно, удалю второе такое устройство, мне оно не нужно, оно у меня уже есть. Вот видите, коррекция смещения для встроенного выхода, для IShowYou просто галочка на вкл, коррекция смещения выключена. Все, теперь у вас появилось виртуальное устройство вывода звука. Его на самом деле существует, оно нужно исключительно для Zoom и в конечном счете для OBS. В Zoom вы, в принципе, можете это устройство выбрать как системное. Вот смотрите, видите, сейчас у меня идет звук там встроенной динамики, могу перевести его на устройство с несколькими выходами. Теперь у меня звук отправляется туда. Но, скорее всего, вам это не понадобится. Это может понадобиться, если вы, например, хотите ставить музыку на компьютере и хотите, чтобы она напрямую, да, теперь если я буду ставить музыку на компьютере, она будет идти не мне на динамике, она будет идти на это самое устройство с несколькими выходами. И она будет, соответственно, захватываться OBS. Если же вам нужен просто Zoom, то тогда можно оставить динамики, потому что в самом Zoom очень удобно вы можете выбрать, куда у вас отправляется звук. Видите, да, вот Selected Speaker, по умолчанию там стоит Saving System, а вы можете выбрать устройство с несколькими выходами. Все, теперь весь звук, который генерирует Zoom, то есть то, что говорит ваш собеседник, будет отправляться на это самое устройство. Правда, нужно это устройство добавить и... Давайте я закончу эту встречу. Добавить и в OBS-ку, да. Это вы делаете на вкладке Settings, Audio, и вот здесь, вот видите, у вас микрофон номер один, ну, точнее, без номера. У вас тут по умолчанию стоит встроенный микрофон, а вот микрофон номер два, Mix Auxiliary Audio 2, вы выбираете I Show You Audio Capture, да, то есть вы захватываете... То есть у вас появляется, как на режиссерском пульте, как бы звук, на звукорежиссерском пульте появляется звук захваченный с этого вот виртуального устройства вывода. Вот у меня, видите, Mic Audio 2, Mic Aux 2 появился. И, соответственно, когда вы с беседником в Zoom общаетесь, вы можете настраивать, как будет слышно его, как будет слышно вас. Вот так вот, ну, и у меня по умолчанию все это вытянуто на максимум. Можете замьютить своего собеседника, чтобы не было слышно вот здесь. Ну, все как на звукорежиссерском пульте. Вот, наверное, в общем-то и все, друзья мои. Я вам рассказал, что нужно было вам знать для того, чтобы делать и прямые трансляции в формате лекций, и транслировать с Zoom конференции, например. Так что, надеюсь, вам это будет полезно. Желаю вам удачи в ваших трансляциях. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам будет какая-то еще информация полезна. Поскольку я впервые в жизни записываю видео про технические какие-то вещи, то, может быть, я чего-то не предусмотрел, какие-то у вас будут вопросы. Если их соберется достаточно много, то мы сделаем какое-то новое видео, более детальное, более подробное. Ну все, еще раз всем удачи и спасибо за внимание. Пока-пока.